Ребята, напоминаю, что Кот создал свой клан 1xbet и хочет вывести его в топ. Помогите ему в этом. Прием 4300, хэштег на ваших экранах. Он постоянно кикает неактивных. У них там бонусы, у них там большие выигрыши ждут вас. Выигрывайте у них 1xbet, хэштег на ваших экранах. Приятного просмотра. Друзья, накопился материальчик для новой серии из рубрики «Мой личный ТВ. Рояль». Это уже третий выпуск. Сегодня я вам покажу 3 поединка. Один будет мой бой и два поединка будет моих подписчиков. В этот раз было больше, значительно больше поединков и выбор был гораздо шире. И я отобрал лучшие. Лучшие из лучших. Но, опять же, не забывайте, что вы можете скидывать ваши поединки по ссылке в описании. Я оставлю ссылка, будет называться «ТВ. Рояль» сюда. Там будет обсуждение создано в группе. Просто закидывайте ваши скрины, повторы, записи. Буду выбирать только лучшие. Желательно, конечно, с высоких арен. Но если там прям настолько очень эпичный поединок с испытанием или там с низкой арены, я его все равно возьму. Но это прям должно быть прям, ну, очень классно и зацепить меня. В общем, скидывайте, ставьте лайк, если вам эта рубрика нравится. Если вы хотите попасть в мой ролик из этой рубрики, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Делайте крутые поединки. По ссылке в описании их загружайте. И я однозначно сделаю для вас выпуск. Ну что, а теперь поступаем к самим повторам и поединкам. Поехали. Начнем, ребята, с моего поединка. Мой поединок, короче, я не помню, на стриме я играл или так, просто в оффлайне. Ну, я имею в виду ни на видос, ни на стриме. Видели этот поединок или нет? Я, честно, уже не вспомню. Записал я этот бой еще где-то неделю назад до того, когда играл, короче, Голем 2 Принца. В общем, концовка тут будет очень такая интересная. На самом деле, не было такого лютого камбэка. Я не считаю, что этот повтор прям заслуженный-заслуженный. То есть, настолько он-то прям был непредсказуемым. Хотя я обожаю такие поединки. Но, тем не менее, концовка такая, знаете, прям вот, ну, на волоске все было. На волоске и сейчас посмотрите все. Также у меня такая идея, ребята, но мне надо, конечно, ваш совет. Вообще, без вас я не знаю. Если, на самом деле, вот я иногда забиваю на комменты, потому что порой бред там пишут. А порой иногда ваши комментарии очень помогают. И какие-то советы я все равно для себя прислушиваюсь к каким-то советам. Делаю какие-то выводы, что-то меняю. И, знаете, есть такие комменты, которые реально что-то меняли на моем канале. И я приходил к какому-то выводу. Поэтому, смотрите, у меня такая идея. Это уже третий выпуск из рубрики «Мой личный ТВ-Рояль». Из этих трех выпусков я, по-моему, показал 9 поединков. Они, на мое мнение, все были крутые. Но давайте выбирать из этих крутых самые крутые. Вот, я не знаю, либо это, там, допустим, 3 поединка лучших в месяце. Либо там один бой лучший в сезоне. Я не знаю. Короче, помогите мне в этом. Если идея, если вы поняли мою идею, помогите мне ее реализовать. Ну, смотрите, выпущу я в месяц, там, к примеру, 5-6 роликов. Из этих 6 роликов выбрать 3 лучших. Естественно, выбирать будете вы. Я, возможно, буду делать голосование в группе. Короче, накиньте мне идею, как это реализовать. И понравилась вам моя идея или нет? Если да, поддержите. Поддержите обязательно в комментариях. Вот. Я вот, допустим, да, провел там несколько выпусков. И показывать самые лучшие поединки на протяжении этих выпусков. Но потом из этих выпусков выбирать прям, ну, в каждом выпуске должен быть один топ какой-то. Хотя нет, если в каждом, то это получится топ-5. Короче, видите, я запутался уже в мыслях. То есть, сначала одно предложил, потом по ходу дела у меня другая мысль появилась в голове. Давайте порассуждаем с вами в комментариях. Я почитаю ваши мысли. Вот, смотрите. Сейчас будет последний заход. Мне оставят 300 хитпоинтов. Вот сейчас будет круто очень. Смотрите. Остается 300 хитпоинтов. Я просто такой дурею. 343. Я понимаю, что это мой последний заход. Я ставлю голема. У него 900 хп. Ставлю голема. Все, что у меня сейчас идет за големом, все погибает просто. Голем идет в соло. Я накидываю яд. Он, в свою очередь, кидает кладбище. Накидывает поизон. Голем делает одну тычку. Голем делает вторую. Побеждаю. И 49 хп. Там уже по-любому яд бы добил бы меня. Либо скелетик какой-то. Но последняя тычка от голема решила. Ну, захватывающе. Захватывающе было. Поэтому я решил этот бой отнести к этой рубрике. Самый интересный бой будет в конце. Поехали смотреть дальше. Итак, второй бой. Второй бой моего подписчика, короче. Тут момент был не то, что прям в конце на волоске. Все, да. Вот как я люблю. Знаете, там последняя секунда. Мало хп. Вот. Тут был интересный момент, который, я считаю, заслуживает просмотра. Большего просмотра над этим повтором. Ну, интересно, интересно. Прям мне такие моменты очень нравятся, когда там все-все так. Короче, сейчас все поймете. Значит, давайте познакомимся с колодами. Мой подписчик играл колодой трема мушкетерами. Его соперник играл колодой, что у него там, гигант, молния. А, кстати, она полностью контрит колоду нашу. Смотрите, поизон, ой, молния убивает сборщик. Варвары на трех мушкетеров. Вышибала плюс еще есть. Ну, короче, много карт, которые контрят. Что по заклинаниям еще я не помню. Сейчас посмотрим. Так. Это пока у них сейчас копится эликсир. Копится эликсир. И сейчас будет сплит мушкетеров, насколько я помню. Да, сплит мушкетеров. Ух ты. Соперник не ожидал, по-моему. Мы в начале Хока показывали, да? Соперник, наверное, не ожидал, что у нас колода Хок плюс тремушкетера. Кстати, колода мне раньше заходила. Кто помнит, когда я этой колодой играл? Я с этой колодой впервые взял 5500. Тогда, когда я еще 5500 не смог брать. Не смог брать. Когда я еще не мог взять 5500, я, короче, колода с трема мушкетами и Хогом преодолел. Вот. Ну, в общем-то. Сейчас будут разворачиваться такие обычные события. Деф, атака, деф, атака. По сути так, ничего особенного. Самое интересное начинается с так, с доного эликсира. Ну, впрочем, мне интересно смотреть за поединками такими. И для себя, знаете, какие-то колоды подчеркивать. Потому что, ну, когда просто берешь колоду, типа, иногда ловишь ступор в определенных ситуациях, когда там соперник выбрасывает какую-то карту. И ты думаешь, так, а как поступить в этой ситуации? Вот у меня сейчас в руке нету подходящей карты, по твоему мнению. А вот когда смотришь много поединков, я вот заметил, ты для себя какие-то вот все равно моменты извлекаешь. И они тебе помогают. Сейчас был преддикт фаербола наперед, но соперник варваров, к сожалению, не выбросил. И зап, вы видели, зап еще был. Но зап, мне кажется, зря он поспешил. Зачем запать заранее? Короче, фаер зап был. Соперник понимает, что можно сейчас, короче, воспользоваться моментом. Выбрасывает варваров. Повезло, что у соперника не было молнии в этот момент. Короче, все три мушкетера на одну сторону. Варвары не доходят к вышке. Еще выбрасываем Хога. Ну, блин, громовержец. Там, короче, Хогу всего лишь, наверное, одну тычку дадут сделать. Естественно, нашу вышку забирают. Трех мушкетов. Контрит, он полностью молнией. Вот, смотрите, сейчас будет интересный момент. Вот, сейчас, не помню в каком. Вот, по-моему, сейчас, смотрите. Стрелы на миньонов. Фаербол. Ну, чтобы добить. Остается 7 секунд. Чекайте, ребята, просто чекайте. Вышибало. Вышибало. Варвары. Ну, Хог такой мелькает, мелькает на лоу хп и добивает вышку. Вот, вот, благодаря этому моменту, и этот бет на шуке Вирояль, пересмотрите еще раз в замедленном действии этот момент. Хог сквозь вышибалу, сквозь варвары на лоу хп добивает вышку. Ну, и в конце он на лоха кидает трех мушкетеров и просто его добивает левую сторону. Концовка, сама концовка победная, она так себе. Ну, вот, вот этот Хог, ну, согласитесь, ну, прям заслужил, заслужил. Повтор прям, мне понравился, вкусненький. А вот этот поединок был реально таким прям, ух, так знаете, закаляет, закаляет. И он не единственный. У меня еще есть один повтор, но на момент записи этого ролика я еще подобный повтор не записал. Поэтому подобный повтор я отнесу к следующему выпуску. Тоже там, блин, очень крутой. И парень даже не просто скинул мне повтор, а он его даже смонтировал, там, с прикольной вставочкой сделал. Но я, естественно, не смогу его монтаж вставить в ролик, потому что качество не очень. И я не смогу подогнать его размер телефона под мои рамки. Он там с Android записал, там совершенно другое расширение, мне будет трудно. Мне проще записывать повторы с iPad, вот, с этим, конечно, беда. Но ничего, сам поединок, он все равно будет в следующем ролике. Значит, смотрите, это какая? Это 4000 кубков, но это арена, ну, то есть 4000 уже искатель, да, по-моему там. Вот, то есть это как бы уже тут, не ниже 3К. Но, тут суть в чем, тут концовка будет очень такая прикольная. Здесь необычно колоды, тут не метадеки, это не высокие трофеи, тут рандомчик такой интересный. В общем, соперник играет у нас с Хогом, с Мега Рыцарем, кстати, похоже... Стоп, а колоды-то... Я только сейчас на это обратил внимание. Я когда пересматривал бои, ребята, я искал тот момент, благодаря которому бои будут попадать в Тиви Рояль. Но сами колоды, там, сам процесс игры я не рассматривал. И только сейчас я заметил, что у них колоды-то лола одинаковые, ну, плюс-минус. Да, бандитка, Мега Рыцарь, Хог. То есть, схожесть какая-то есть. Колдун, не, колдуна у нас нет, да, ну, короче, похоже немножко деки. Что получается? Нам вышку снесли, да, беда. Мы забрасываем гоблинскую бочку, там контрится гоблинская бочка с стражами, урона немного получаем. Опять же, печально. Сейчас двойной эликсир, слева вышечку мы, получается, добьем, да? Ну, однозначно добьем. Но тут, короче, ребят, будет все интересно в конце. Двойной эликсир пошел, окей, поехали. Ставим бандитку. Бандитка, короче, не доходит, не доходит к вышке, Мега Рыцарем дефается. Ух ты, удивляемся этому всему. Так, что, Мега Рыцарь на Мега Рыцаря, скорее всего, да? Ну да, потому что миньонов нету смысла, так как там дракон есть. Вот он, дракон с хогом справа, гоблинская бочка, так, сейчас будет орда миньонов. И соперник, а, соперник колдуна выбросил. Ммм, зря соперник дефал бочку, там очевидно же было. Окей, контратака, смотрите, миньоны не задефаны, да, поэтому подкидываем хога. Вот она, контратака. И сейчас, короче, смотрите, сейчас будет вообще эпик-эпик экшн. Оставляем мы на вышке 1100 здоровья. На нас идет хог со стражами. Стражи мы уничтожаем, но хог успевает сделать одну тыку. Нет, это не сейчас, не сейчас произойдет, но вот-вот скоро. Так, забрасывается Мега... Не, Мега Рыцарь же на деф был, армия скелетов подкинулась, но там, короче, естественно, Мега Найтом нас дефают. Бочка, 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 бочка не контрится копейщиками очень долго. И смотрите, какая контратака идет. Еще и колдун подкидывается. Сплэш урон от Мега Найта, от колдуна, от дракона. Короче, невозможно, да? Но нас спасает то, что до Мега Рыцаря мы докрутились. Соперник выбрасывает хога, чекайте. Хог фуловый. Первую тычку делает, вторую тычку делает, и остается 1 хп. 30 секунд до конца поединка. 1 хп на вышке, друзья. Забрасывается хог. Смотрите, это копейщиков. Копейщики, смотрите, они просто в разброс пошли. 1 копейщик на вышку главный. Ну, второй копейщик на миньонов. Забрасываем бандитку и добиваем. Он так и не успел добить 1 хп. Это просто класс. Просто класс. Камил красавчик. Ну что, ребят, это и весь материал на сегодняшний ролик. Я думаю, что можно с этого выпуска выбрать какой-то один самый крутой поединок. Мне лично понравился больше самый последний вот этот, где 1 хп. Ну и второй поединок тоже был не менее эпичный. Вот этот хок, да, это в концовке не такая, как вот в последнем поединке. Но вот этот хок, который вильнул между вышибалой и варварами. Блин, это чудом он пробрался. Он как-то, знаете, так раз-раз скользкий тип. И на лоу хп причем. Он там не просто пробрался, да, чудом. А еще там все, там оставалось гулькин нос хп. И добил, добил вышку. Мой поединок, наверное, самый худший в этом выпуске. Но он тоже как бы непростой, да. То есть там концовка была интересная. Вот. В общем, голосуйте, напишите в комментариях, какой поединок понравился вам больше всего. Скидывайте ваши поединки и поддерживайте рубрику лайком, если она вам нравится. Мне безумно прикалывает следить за вашими повторами, поединками, выбирать лучшие и записывать подобные выпуски. Прям я рад, что эту рубрику создал. Надеюсь, вы будете ее всегда поддерживать, дабы у меня была мотивация перейти как можно чаще. Спасибо вам за просмотр. Ждите, сегодня еще будут ролики. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok